Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Пришла пора поговорить о формировании томатов, потому что у многих томаты уже достигли той стадии, когда пасынки растут и многие не знают, какие из них отщипывать, а какие оставлять. И как правильно сформировать растения томата. Вот молодой томатик. И вы должны задуматься, в сколько стеблей вы будете его вести. Сейчас разговор идет только о тех сортах, которые обязательно посынковать и формировать надо. Растения формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Можно сформировать в один стебель, в два или в три. Это решает каждый самостоятельно. Если мы формируем в один стебель, тогда мы убираем все боковые побеги. Вот мало того, что я убрала там внизу все, оголила. Вот здесь, около цветочной кисти, вот этот побег, который оставляют люди, если хотят второй ствол организовать, мы его тоже будем убирать. Вот, например, раз. Если мы убираем все, это значит мы формируем в один стебель. 5-6 цветочных кистей у вас вырастет. И верхушку после шестой кисти прищипываете, вот так вот, оставляя вверху 2-3 листика над цветочной кистью. Это обязательное условие. Если мы хотим сформировать в два стебля, то этот пасынок, который вот там я удалила, вот он он, под первой цветочной кистью пасынок вы оставляете. Видите, он уже полноценный, он почти такой же, как стебель. Вы его оставляете, это будет второй полноценный ствол. На нем также будут цвести цветочки. Тогда вы оставляете так. Три цветочных кисти будут у вас на основном, вот где уже началось, вот это раз, два и третья вырастет. Прищипываете верхушку, также оставляя 2-3 листочка. А на пасынке оставляете тоже 2, ну вот короче на основном можно 3-4, а на пасынке вот на этом немножко меньше, 2-3. Но также, чтобы общее количество цветочных кистей у вас было 5-6, в крайнем случае 7. Больше оставлять нецелесообразно. Чем больше кистей, тем меньше будут у вас плоды томатов. Томаты будут мельчать, и вы от этого не выиграете. Выиграете в количестве, но не в качестве. Все, вот этот второй пасынок оставляем, он будет расти. Будут у вас, значит, это называется формирование в 2 стебля. Если вы хотите формировать в 3 стебля, в 3 ствола, вы оставляете еще один какой-нибудь крупный пасынок тоже, но оставлять желательно пасынки только те, которые уже рядом с цветочной кистью, в самом низу, вот на этом, на стволе. Даже если растут толстые, хорошие пасынки, не оставляйте. Ствол должен быть голеньким, чтобы было проветривание, чтобы помидорка хорошо себя чувствовала. Зачем мы это делаем? Пасынкуем все, прищипываем верхушки, удаляем все лишнее. Ответ, конечно, очевиден. У пасынкованных, прищипнутых растений все питательные вещества идут именно на формирование, вот и на лифт плодов, а не на выращивание пасынков, не на выращивание листвы. Конечно, каждый делает по-своему выбор формирования за вами, 1, 2, 3 стебля. Также сколько листьев оставлять, сколько цветочных кистей, такого закона нет. Но есть все-таки для каждого растения, как агротехника, правила выращивания. Вот для томатов она такова, на одном кусте должно быть 5-6, самое большое, 7 вот этих плодовых кистей цветочных. И на взрослом растении должно быть все-таки 30-35 листочков. Потому что если мы оголяем растения, в листьях идет фотосинтез, идет все это вот, прием подкормок вникормивых листовых. Вся обработка от болезни идет через листья. Листья нам нужны. Все. Кто хочет получать мои материалы, добавляйтесь в друзья. Страница на Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Вот это вот краткий, такой быстренький видео урок для начинающих про формирование томатов. Обычно все формируют в 2 стебля. Потому что 1 стебель вроде как-то мало, 3 много, а 2 это нормально. Начинайте формировать, попробуйте несколько вариантов. Несколько кустов в 1 стебель, несколько в 2, несколько в 3. Через несколько лет вы поймете, что вам нравится больше, на каком, как сформирован куст, на каком больше будет урожай. До свидания. Желаю всем успехов в этом нелегком, но таком интересном деле выращивания своих растений. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok